Восвитая служба информации телерадо-компании Гомель, в студии працует Марина Джалая, глядите в этом выпуске. Разом в Супроте небезпеки сегодня в Гомеле прошла рабочая встреча представников Министерства и ведомства по надзвычайных ситуациях Беларуси и Украины. Поводка наступает в уровне воды на Припяте, каля Петрикова, перевысил небезпечный. Рыцары 21-го года в Гомельской области разгорнулся рух посередневечной реконструкции, а зараза об этом и иншим больше подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22-го, 23-го века здействует официальный визит в Грузию. Об этом поведомили в пресс-службе белорусского лидера. Программа визита запланована официальные переговоры с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Кировники державы меркуют станы и перспективы развития гандлево-экономичного супрациониста. Утым лику размова пойдет об поширении ассортименту и объема упоставляемой продукции, развитии вытворчей кооперации, створении суместных предприемств. По выниках переговоров плануется подписание широкого международных документов. Сегодня у Гомеля прошла рабочая встреча представникам Министерства и ведомства по надзвычайных ситуациях Беларуси и Украины. У рамках проекта АБСЕ обмерковывались новые подыходы и формы супрациониста ведомств в борьбе с лесными пожарами на территориях потерпелых одоварей на Чарнобыльской АЭС. Головная увага мерам повышения радиологичной и экологичной информованности насельництва, якое проживаю в забруженных районах. Миновата их житедейности погрожают у сгорания в лесах. Обмерковывались так само питания по переговору трансграничных пожаров. А в случае развития надзвычайной ситуации оперативного реагования сразу с двух боков. В метах, как можно минимизировать наступства. Для этого нужно удосконалить систему пропуску на державные межи для вырабатывающих и спецтехники соседней страны. В мае месяце 16-17 числа запланировано проведение командно-штабных учений, где на практике все эти службы, в том числе и пограничные, и таможенные, как и Республики Беларусь, так и Украины, будут отработаны на практике мероприятия по пропуску техники и возможных других мероприятий, которые понадобятся для ликвидации возможных пожаров. Узровень воды у реки Гомельской области протягивает расти. МНС заполнивает, ситуация находится под контролем. Увы, ни ку изникнению реальной погрозы насельництва будут приняты усе необходные меры. Как подрыхтовались до Великой воды в Петриковском районе, ведает Олег Сентюров. Когда ехать сбоку Гомеля, то первая рака в Петриковском районе птич, и она уже практически полностью вызывалась от леда, и больше затое вода вышла на пойму. Лес по берегах раки затоплены не деметров на 500, и это при том, что таяние снега еще протягивается. Правда, навод и при больш значном разливе, особенно небеспечных для населинцев, птич представлять не будет. На ее берегах практически нема населенных пунктов. Зато и при добром надворе разъемной раце – это правда пригожая ведущая, для которого варто приехать сюда еще раз. За речи, до поводки у местного населинства ставлю не особливое. Когда же вещь на березе буйной раки не одной десяти годы, я ее начинаю вспоминать по-философски. Вода, кажут, как гость, и она пришла и пошла, а мы тут назовсюду. Весело даже, когда вода эта, птички поют, и люди с собой друг к другу на лодочке ездят. Это очень приятно посмотреть со стороны и запоминается надолго. Ситуация на территориях, яке могут быть подтоплены, находится под постоянным контролем районных отделов по незавычайных ситуациях. Зараз узровень воды у Припяти, каля Петрикова, складая 770 сантиметров, гэта на 10 сантиметров больше небеспечного узровню, а лезначно меньше максимально зарегистрованных значэнёв. Пять годов тому узровень досягнул отзнаки у 778 сантиметров. Тады у районе потерпели больше 250 подворков и каля 80 жилых домов. Межтым профилактичные меры приимаются и зараз. На минулом тыдне отбалось и посаджение районного штаба по незавычайных ситуациях, на яким вызначили место для эвакуации населинства, якое пожидая покинуть потопленные территории. Объекты отдела образования у нас в Петрикове имеется, школа-интернат для детей с нарушениями слуха. Туда часть эвакуируемого населения размещается. Две гостиницы в агрогородке Лясковичи и в городе Петрикове также под эвакуируемое население, а также у нас объекты учреждений здравоохранения. Сгодно с прогнозами, в зоне потопления в Петриковском районе сегодня могут обвинуться каля 3 тысяч человек, яке проживают у 17 населенных пунктов. Основная задача местового госпожевецкого товариства – забеспечение этих вёсток усим необходным. Сегодня на складах створены запасы муки, цукру, макаронных вырубов, мясных и молочных консервов, мыла, а так само будов нижних материалов. У вынику необходности надо помогу подостаться товаров у потопленной вёстки. Придут предприемства и местовые жахары, яке маясь лодки с руховиками. В зиме уже заключены отовидные договоры. Период паводка – это, как я уже сказала, что это сапоги резиновые, далее крупы, макароны, вот идёт, что стройматериалы уже сразу после паводка берут люди, потому что нужно подстраивать все своё жилище. Особливая увага – экологии. Навет невеликие реки подчас паводки могут затопить значные территории. Коли, например, там окажутся одобрения и химикаты, это может выкликать экологичную катастрофу. У совещающих керевникам усих сельских господарских предприемств, яке мают объекты у водооховной зоне, накерували специальные рекомендации с просьбой звернуть увагу на стан очистных сбудований у территории живёло-годовчих комплексов и складов. У вогли надзвычайных здареньев, коли подчас паводки у воду трапляли небезпечные речевы, они проконтролировать всё равно не перешходит. Доводились требования исключить возможное складирование и вывоз органических удобрений, а также внесение минеральных удобрений на поля, где возможны подтопления во время весеннего паводка. В целом, совместно со специалистами, руководителями хозяйств были обследованы все указанные объекты, по выявленным нарушениям выданы рекомендации, которые в настоящее время устранены. Олег Семчаров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Петроговский район. Сегодня у Гомеля прошу 10-й областный конкурс прав мастерства сирот-процедуников рабочих профессий. Он собрал лепших специалистов с практически всех бояных предприемств региона. Своё мастерство конкурсанты демонстровали на базе Гомельского автомеханичного колледжа. Заходом с поборництва сошлили и наши корреспонденты. Уже 10 годов за парообластное объединение профсоюзу и областный союз на Ямальнику организуют конкурс, на яким лепшие опрацованные за всей Гомельской области показывают свои профессийные сдольности. Тут нема взрослых обмежеваний, у тех обовязковой наявности шмат готового стажу. Головное ожидание поспробовать свои силы и поспоборничать за звание лепшего в профессии, между тем некоторых удельников можно назвать опытными конкурсантами, и они представляют свои предприемства ни первый, навод ни другой год. До прикладу слесар-инструментальщик Йоген Самадум с Гомсельмаша навод из-за памятов, векий раз принимают дело в конкурсе прав мастерства. Одно докладно лепшему профессию он уже становился, а все тому, что справа обрано по души. Мне нравилась всякая механика. Я поступил на автослесаря, в ИПУ машиностроение, в соседние мастерские. Там были смежные профессии токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик. Работал токарем, потом перевелся на инструментальщик. Вот эта профессия мне больше нравится всех, которые я изучал. Для дома все сам делаю. Все, что возможно руками сделать, сам делаю. Токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик и электрозварщик. Четыре профессии, у которых необходимо выходно вызначить лепшего мастера. Усе задания довольно складанные, мается и обмежевание в часе выполнения выработки. Электрозварщикам треба с початкой зрозуметь, как излучить разные детали в одну конструкцию, а потом приступать до справы. Бусер от параметров оценки и эстетичность отриманной детали. У нас параметры – это знание чертежа, как он правильно собрал, практика наложения сварных соединений швов, потому что большинство, я сейчас посмотрел, есть люди, которые торопятся. А здесь нельзя торопиться. Нужно следить, что ты сделал, и никто их, время достаточно для того, чтобы можно было сделать качественно и надежно. Конкурс с каждым годом становится все больше престижным и запотребованным узровень подрахтовки у дельников расте. Многие наводчикают с поборництва, как бы отточить свое майстерство. До того же, переможцы конкурса потом выступают на республиканском узровне и представляют уже не только свои предприемства, но и всю Гомельскую область. Евгения Кухаронак, Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». В Беларуси протягивается подписная кампания на другой квартал этого года. Завершится она 31-го соковика. У Жихару Гомельской области великий выбор. Сегодня у нас выдается свыше 100 периодичных выданий. З их 24 – державные региональные газеты. Соправдный флагман среди их «Гомельская правда». По популярности и тиражей она среди лучших в региональные периоды всей страны. Но только друкованным выданиям журналисты не обмяжаются. По сути, сучасная «Гомельская правда» это «Холдинг». Тут працуя уласный выдавецкий дом. Другие годы в эфирах учить «Правда радую». Такое ж подыгранное развитие потребование часу. Отповедать ему мкнутся и районные друкованные СМИ. За минулый год их присутность у социальных сетках повеличилась о малю полторы разы. Колькость подписчиков у группах возросла до 176 тысяч. Про это многие выдания размещают на своих интернет-сторонках не только фотосдымки, но и виды уласной вытворчасти. Например, «Светлогорские новины» в минулом году запустили аутерский проект «Дженники фестивалю «Славянский базар». На протягу ты дня журналисты онлайн осветляли фестивальные подеи у социальных сетках. У центра уваги были удельники уродженцы Светлогорского района. До того, что утреализовали одну из самых цикавых новаций в свете друкованных СМИ. Теперь на газетных сторонках при жадании можно снасти не только тексты и фотосдымки. Внедрили мультимедийный контент со страниц нашей газеты можно смотреть видео. Не просто можно почитать, но еще можно увидеть. У нас живая газета. 23-го соковика в Лоеве прием граждан проведет наместник министра энергетики Республики Беларусь Вольга Прудникова. Мероприемство пройдет с 12 до 13 годин в Лоевском РЭС филиала речицкой электричной сетки РУП Гомель Энерго. Телефон для попереднего записи на прием 8 02347 4 10 34. Завтра в Беларуси пройдет жалобное мероприемство. Присвеченное 75-ти годин снищение оккупантами везки Хатынь. Весной 1943 года каратели спалили ее разом с насильницем. Лез Хатынь разделили многие белорусские везки. На территории Гомельской в области оккупанты полностью эти частково снищили больше 1120 населенных пунктов. 18 везок, которые были спалены разом с жихарами, после закончения войны так и не обновились. Завтра в регионе подчас жалобных мероприемствах ушанують память загинувших. У Гомелі митинг-реквием пройдя 12 годин у Новобелецким районі Каляк-Кінотеатра Мір. Шарах мероприемствах рыхтують так само установы навуки и культури. Здоровая усмешка. Конкурс дитячих малюнков, присвеченный Сусветному Дню Здоровья, прошел у Гомельской центральной городской стоматологичной поликлинице. Таким чином урачи поспробовали притягнуть увагу дятей и их батьков до необходности правильного догляду за зубами самых ранних годов. Карыс выявляется у 80% дятей и у 99% дорослого насельництва краины. Меркование многих батьков про то, что молочные зубы лечить не треба, помилковое. За ускладненного карыс в будущем покутают зародки сталых зубов и порушается их развитие. Стоматологи начинают начинать профилактику еще под часть ожарности. Как справляться с малышом и как правильно ухаживать за зубами, которые только прорезаются, как не допустить тот кариес, с которым к сожалению имеем дело мы, когда у двух-трехлетних малышей действительно бывают аховые ситуации. Мы прикладываем действительно все усилия, чтобы распространить знания, в первую очередь, для будущих родителей, для молодых родителей, потому что мы также переживаем за тех наших детей, которым и больно и страшно, нам также и больно и страшно, к сожалению, но мы должны делать свое дело. Головное правило здоровой усмешки, регулярная чистка зубов, правильное харчевание и наведывание стоматолога два разы на год. Кроме того, в нашем регионе рекомендуется выкористовывать зубные пасты с фтором за недостатковой колькости этого элемента в воде. Рыцеры есть и в 21-м стагодии. В Гомельской области активно разгорнулся рух по середневечной реконструкции. Его удельники не только обновляют исторические образы, но и примирают их, занимаются фехтованием и проверяют о себе на треволе в турнирах. Интервью у сучасных рыцарев взяли наши корреспонденты. Скрыгать мячоу, веевниче вокличе, эмоции соправдные. Одинное, что выдает холодная зброя. Она тренировочная, тому нанести раны немогчима. При этом внешнее подобенство максимальное. Такой шлем назывался бацинет. Его в современных условиях можно сделать примерно за месяц. В то время рыцарям на голове приходилось носить 3-4 килограмма веса такого шлема. У клуба исторической реконструкции «Старая вежа» выучают историю, займаются фехтованием, удельничают у рыцарских турнирах по всей Украине и за мяжой, а так само выробляют доспехи. Першим взяться за железо, поднимают гистричные известки, сочут за опошними археологичными открытиями, робят замеры, створяют прототип с кордону, а потом молоток у руки и за справу. Угод карпатливой працы и кольчуга готовая. Гэта самый працаемкий элемент, сбирается литерально по крупинках. Историчные образы не только одновляют, а и прамирают на себе. Кожный костюм в образ той теньшей эпохи. До приклада у таких ходили рыцары в 13-15- часом их огульная вага доходить до 30-ти килограммов. Изгыты нелегкой ношей воевали за гонор. Будь тебе 16 лет либо 25, где-то в глубине души ты все еще тот маленький 5-6-летний мальчик, который с куском чего-нибудь в виде меча хочет быть рыцарем на белом коне. Кто-то действительно остается ради истории, ради изучения истории, потому что ему это нравится. Лично я нашел для себя общение с людьми, изучение истории, общение с людьми, путешествие. Как только вступаешь на ресталище, вначале страшно, тебя бьет мандраж, адреналин, но стоит только схватиться с противником, азарт вытесняет страх и остается только желание победить. Дякуючи им летость отбылся первый в истории Гомеля турнир по боевых мастатствах. Все отжидают, что худельничать было нескольких клубов областного центра. Раз в месяц спробу хочет полторить. Тогда на умовно средневековый рынок выйдут реконструкторы из всей области. Ганна Ковалева, Ганна Корольчук, преподавцы агентства Телиновин. Дарыши майстерства перфомансу и первого саблення сегодня демонстровали в Уршне Гомельской гимназии номер 58 и Мягаза. Они разом с наставниками подрихтовали интерактивное представление с встречи у бодяжным собаку. У фойе гостей сустракают древо жаданья. Умежах фестивалю гимназисты разом с батьками отримали махчимость написать свои пожадания. Янын самые разные. Например, поставить киоск со школьными приладами, открыть новые гуртки, наладить Wi-Fi, включать музыку на перепынках. Не поспели корреспонденты прочитать усе пожадания, як у актовой зале прогучали первые гуки тетрализованного действа. Зараз по учебной программе 11-классники проходят поэзию серебряного 100-годя. Спектакль это компиляция поэтичных родков и исторических фактов, адаптованных до сучасности. И, что важно, до характеру кожного юного артиста. У нас очень интересный выпуск в этом году, нынешний 11-й класс. Каждый очень яркий, интересный персонаж. И, собственно, идея спектакля, она и родилась из наблюдений за детьми, из их умения включаться в дух литературных произведений, их чувства эпохи, о которой мы говорим. Диапазон фестиваля разнообразен. Встречи, олимпиады, выставки, ученических работ, ярмарки продажи, конкурсы, аукционы, интеллектуальные марафоны, заочное путешествие и многое-многое другое. ГТ и иншие новины вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитываюсь, всего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. 15 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано на территории Гомельской области за прошедшие сутки. Один человек получил телесные повреждения. Накануне вечером Гомеля на конечной остановке общественного транспорта под колеса легкового автомобиля попала пенсионерка. 39-летняя женщина-водитель управляет автомобилем Рено Сандера, двигаясь по улице Ильича в нарушение дорожного знака въезд запрещен, повернула на разворотное кольцо автобусов-троллейбусов, после чего, не убедившись в безопасности своего маневра, совершила наезд на 61-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть перед автомобилем. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение. Всего за прошедшие сутки госавтоинспекторами области выявлено 760 нарушений правил дорожного движения. В Гомеле открытым пламенем горела Мазда. Пожар произошел во вторник на парковке возле дома номер 131 по улице Головацкого. На видео с камеры наблюдения зафиксировано, как из-под капота сначала пошел дым, потом из-за выгорания изоляции проводов произошло самопроизвольное включение всех фар, дворников и другого электрооборудования. Через минуту из подъезда выбежали хозяин автомобиля и, по всей видимости, сосед. Пока хозяин снимал клеммы с аккумулятора, сосед вызвал спасателей. Позже в кадре появился сотрудник милиции, который, в отличие от других, был неравнодушен к происходящему, но попытки погасить пламя огнетушителем и другими подручными средствами к успеху не привели. Чтобы огонь не повредил припаркованный рядом минивэн, хозяин перекатил горящий авто на несколько метров вперед и смирился с потерей. И только спасателям, прибывшим на место происшествия в течение пяти минут, удалось ликвидировать пожар. Судебные медики определили причину смерти мужчины, который оказался под завалами заброшенного здания возле деревни Лохница в Лилическом районе. 16 марта он пытался разобрать кладку на кирпичи и на него рухнула стена. Причиной смерти мужчины явилась сочетанная тупая травма тела, выразившаяся в множественных переломах ребер с повреждениями легкого, а также в переломах конечностей. Предварительно установлено, что мужчина разбирал кирпичную стену, оставшуюся от одного из строений бывшей молочно-товарной фермы. Из-под завалов его достали односельчане еще до приезда спасателей. Пенсионер погиб на месте. Проводится проверка, пояснили в управлении Следственного комитета по Гомельской области. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Орше продолжается первенство страны по боксу среди молодежи. В турнире принимают участие спортсмены 2000-2001 годов рождения из всех регионов Беларуси. Бои проходят в 10 весовых категориях. Гомельскую область представляют 22 человека. Из Орши уже начинают приходить хорошие новости. Первое место у Виктории Денисовой. У парней шансы на победу и как следствие попадания в национальную команду тоже неплохие. Основные претенденты в своих весовых категориях это Максим Паньков, Рамил Алиев, Артем Петров и Дмитрий Бальков. Подведение итогов соревнований и награждения победителей состоится в субботу. Орша в эти дни еще и центр детского хоккея. Здесь проходит финальный хоккейный турнир «Золотая шайба» на призы президента Республики Беларусь в дивизионе А. В решающую стадию пробились восемь команд, которые прошли отборочные соревнования. Шесть представляют регионы страны, две город Минск. От нашей области участвуют ребята из центрального района Гомеля. Также в команде по одному игроку из железнодорожного и новобелецкого районов. Заключительные поединки пройдут завтра. 23 марта в Лиде стартуют игры дивизиона «Б». Участники представляют населенные пункты, в которых нет крытых ледовых площадок. Победитель станет известен в воскресенье. За призовые места от Гомельской области поборются ребята из Лельчицкого района. А теперь о хоккее взрослым. Завершились очередные матчи республиканского турнира развития. Гомельчане в первом выездном матче выиграли в Новополоцке. Подопечные Олега Хмыля в гостях не испытали особых проблем. Местный химик был разбит со счетом 4-1. Гомельчане уверенно контролировали ход игры в каждом из периодов. Лучшими игроками в составе нашей дружины стали Алексей Мерзлов и Павел Волчик. А вот хоккеистам Металлурга, которые также проводили свой поединок на выезде, пришлось гораздо сложнее. Встреча проходила на домашней площадке Могилева. Зрители увидели целую россыпь забитых шайб. Столевары оказались сильнее 5-4. После двух проведенных игр гомельчане расположились на второй строчке, а жлобинские хоккеисты на четвертой. В Минске состоялось заседание комитета по клубному лицензированию Белорусской Федерации Футбола. На нем были рассмотрены заявки на получение лицензий для участия в первой лиге на предстоящий сезон. Комитет принял решение о выдаче лицензий девяти клубам. Среди них три представителя нашего региона. Это локомотив Музырская Славия и химик из Светлогорска. Рассмотрение заявок остальных клубов перенесено на 23 марта. В их числе еще один коллектив из Гомельской области Житковический ЮАЗ. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.